Не хочу употреблять слово «избаловать», но иногда оно уместно, иногда действительно очень сильно идут на поводу у ребенка, и ребенок думает, что он центр такой вселенной, центр внимания всех родителей, и такое формируется нарциссическое представление о себе. И тогда как будто я лучше всех, но другие не очень. То есть я точно знаю, что нужно, как это нужно, что мне больше всего нужно поглаживание и так далее. Обычно, конечно, я знаю, что некоторые родители боятся отдавать деток бабушкам, потому что они имеют свойство вот таким образом баловать ребенка. И здесь тоже должна быть золотая середина. Нельзя все время потыкать ребенку и излишне его баловать, и говорить, что он самый лучший, самый грандиозный, самый талантливый и прочее, и прочее. Потому что, ну, это может тоже сформироваться такая неправильная жизнь. И здесь, получается, две разные позиции у родителей и у бабушки с дедушкой. Часто очень можно услышать такие фразы, что когда дети, когда мы забираем детей от родителей, детей наших не узнать. Да, да. И то есть, представляешь, формируются две полярные. Поэтому ребенок в родительской семье может одну позицию жизненную, у бабушки с дедушкой другую жизненную позицию. Ну, а в кризисных ситуациях он может, ну, они могут по-разному проявляться. Даже в паре, которая развелась, мама говорит, когда приезжает ребенок от тебя, от отца, он другой. А отец говорит, когда я забираю ребенка у тебя на субботу-воскресенье, он другой. Да. Тут родители разные жизненные позиции формируют у ребенка, возможно. Конечно. Еще бывают такие ситуации, когда… Лариса, можно спросить, а ребенок тогда в этой позиции, он тянется куда, какой? Где больше поглаживаний. А, вот так. Конечно. Детям везде всегда комфортнее, нам всегда комфортнее, когда больше нас признают и дают больше поглаживаний. Где больше поглаживаний, туда и будет тянуться ребенок. И понятно, здесь нужно и бабушке, ну, в смысле, в этой ситуации, если мы даем очень много поглаживаний, быть объективными и адекватными. То есть говорить, и с тобой все в порядке, и с другими тоже все в порядке. Не, ну, баланс должен быть. Баланс. И еще вот эта жизненная позиция «я плюс, а ты минус» иногда может формироваться в тех семьях, где несколько детей. Например, а второй ребенок рождается. И, конечно, для того, чтобы получить папина или мамина внимание, мне нужно, ну, ребенку нужно конкурировать со своим младшим или старшим братом. И тогда показывать, что посмотрите, посмотрите, я лучше, чем мой брат или там моя сестра. И вот такой механизм тоже может запустить вот эту жизненную позицию. Это позиция конкуренции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова